отношение человека к своим родителям оно должно быть священным я считаю что несмотря на то сколько там мама делала или папа делал для вас были ли они хорошими или плохими совершали ли они какие-то поступки или не совершали это вас не касается ваш священный долг по моему мнению изменить свое отношение и делать все так чтобы им было комфортно чтобы они могли понимать что их возраст он под защитой вашей и что они могут и благодатно и благотворно и проживать и доживать и в общем-то жить и чувствовать себя хорошо я считаю что не нужно вспоминать о том кто что кому дал потому что это похоже немножечко на такой вот продажность а я считаю что каждый человек может просто безвозмездно ради любви которая дала мать в момент рождения просто так без всякого начала помнить о том что есть родители и стараться всеми силами им помогать культ семьи культ уважения взрослых людей это культура людей цивилизованных случае если цивилизация развивается то она должна помнить о том что есть не только молодость о том что есть зрелый возраст о том что есть престарелый возраст о том что есть поздний возраст и конечно необходимо воспитывать в молодом поколении понимание того что это является священной обязанностью любого растущего в семье человека помнить о том что есть где-то мама папа бабушка дедушка прабабушка прадедушка я считаю что теща или свекруха является великолепным инструментом который может помочь вам допустим если вы мужчина то это теща если вы женщина то это свекруха это может помочь вам допустим влиять на вашего мужа супруга или вашу женщину каким образом это можно делать дело в том что если быть другом и обращаться с какой-нибудь просьбой то эту просьбу может донести супругу там допустим мама или теща или свекруха выглядит это так допустим он там не обращает на вас внимание вы звоните свекрухи свои говорите мама пожалуйста почему-то последнее время не обращать внимание может ему там что-то не нравится посоветовать посоветуйте что делать и после этого она ему перезванивает говорит у вас там нет никаких проблем он говорит но у нас есть проблемы мне неудобно есть сказать именно поэтому вот такое наверное дружеское и деловое можно сказать партнерство как говорят как любят сейчас говорить одни из правителей наших стран вот такое деловое партнерство такое дружеское партнерство но очень хорошо вообще хочу сказать что эзотерики есть понятие считается что в случае если мужчина священно обожает или женщина священно обожает свою мать то тогда он будет нравиться людям случае если священно обожает своего отца независимо ни от чего то это человек будет богатым человеком но бывают другие ситуации когда у человека там отец выпивал там дрался плохо себя вел как-то по отношению к семье и человек вырастает и это его в памяти все время в его памяти это все время или постоянно всплывает и сформирован образ отца вредителя или отца вот такого жестокого человека я хочу вам пожелать чтобы вы хотя бы для себя видоизменили это она со временем вас вас отпустит а вот плохие события не вспоминать случае если кто-то вас будет спрашивать говорите у меня отец был самый лучший его всегда любил любила там и так далее почему дело в том что вот такое видоизменение восприятия своего отца дает хорошие плоды в будущем это богатство вас и ваших детей то же самое с матерью если женщина не нравится окружающему миру то необходимо обязательно хорошо относиться к маме у меня была как-то такая ситуация обратилась одна женщина обратился один мужчина вернее говорит андрей андреевич у меня такая ситуация мы живем вчетвером я мой приемный ребенок моя жена и моя теча и последнее время мы все очень между собой миримся менять очень немножко раздражает но я начал обращать внимание что мне перестала нравится моя жена мне все время в ней что-то не нравится я ему посоветовал сделай так чтобы твоя теща все время получала от тебя подарки он говорит а как это взаимосвязано я ему говорю послушай если мужчина плохо относится к тёще то он перестает видеть своей женщине красоту именно поэтому если ты хорошо относишься к тёче восхищаешься не делаешь подарки то твоя жена будет краше и краше в твоих глазах такая же история была у женщины одной которая была из крыма она обратилась ко мне и говорит однажды мы поехали в индию и в индии в каком-то ашраме мне сказали вы должны плохо относиться плохо относиться к своему отцу он там вам ничего не сделал по астрологическому календарю выдал он там связан с какими-то узурпирующими энергиями тлетворными они на вас плохо влияют и мой вам совет как можно быстрее отвяжитесь от вашего отца и так далее она хорошо к своему отцу относилась в это время она торговала очень хорошо причем на рынке симферополе и в ялте и когда приехала она порвала все отношения с своим отцом перестала с ним общаться для него это было стрессом потому что он ее очень любил всю жизнь и у нее распался бизнес то есть у нее полностью упали продажи очень быстро это произошло когда однажды она услышала эту информацию в моем вебинаре она сказала андрей андреевич так я себе сама бизнес и ломала игру ну выходит так хорошо относитесь к своему отцу хорошо относитесь к своей тещи хорошо относитесь к своей свекрухе а если не нравится если по она по вашему мнению вредит все равно это не имеет значения все пройдет но любовь как говорил михаил сергеевич боярский не проходит нет именно поэтому ради любви к близким ради любви к мужу ради любви и здоровья к детям старайтесь сделать так чтобы отношения были хорошими там кто-то писал мне сегодня вопрос андрей андреевич у нас постоянно плохие отношения в семье муж сейчас из претензий все время я тоже в нем не вижу уже того человека которого я хотела видеть раньше в чем вообще основная проблема и так далее сама проблема решабельна и она очень проста дело в том что мужчине и женщине необходимо только пожелать переключить свой тумблер для того чтобы изменились отношения это сделать очень несложно этот тумблер переключается так нужно каждый день женщине стараться как будто она видит первый раз этого мужчину то есть готовится как будто у вас первая встреча вы первый раз вы видите первый раз слышите его шутки первый раз видите этого человека мужчине то же самое стараться ухаживать как будто это только начало отношений первый день как первый раз то есть стараться понравится стараться восхищаться стараться говорить хорошие слова стараться разговаривать стараться потому что обычно мужчина готов восхищаться и говорить прекрасные слова незнакомкам при этом взамен этому он старается предъявлять претензии к близким людям я хочу чтобы это все изменилось пусть вы найдете силы в себе кому это необходимо измениться и старайтесь делать так чтобы говорить прекрасные слова самым родным прекрасные слова самым близким старайтесь это делать почему у меня в жизни получилось быть